Здравствуйте! В эфире передача «По-тихому». В сегодняшней политической жизни, пожалуй, наиболее активно ведет себя Петросовет Петрозаводска. Избран новый председатель. Начался активный диалог с исполнительной властью города и конкретно с мэром Галиной Ширшиной. Результатом этого диалога за прошедший год ей поставлен депутатским корпусом НЕУД. Начались процедуры преодоления вета мэра города. И последнее, чем занялся Петросовет, это выдвинутая в законодательное собрание республики инициатива изменить процедуру избрания мэра города. Или, как сейчас выражаются, депутаты не мэра, а сити-менеджера. Для муниципальных образований, для городских округов, в частности, будет применяться следующая норма. Представительный орган муниципального образования будет избирать из числа кандидатов представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Будет избирать главу муниципального образования. И этот глава будет возглавлять местную администрацию. У нас в эфире председатель Петросовета Боднарчук Геннадий Павлович. Здравствуйте, Геннадий Павлович. Я так понимаю, вы принимали непосредственное участие в этом обращении, в этой инициативе. И нам важно понять, как город видит конечную цель. То есть, это теперь прямые выборы отменяются, и теперь будет выбирать Петросовет. То ли из числа своего корпуса, то ли просто он найдет некого человека, как вы называете, сити-менеджера. И управление городом начнется вот этим человеком, которому будут предъявляться определенные профессиональные требования изначально. То есть, он будет проходить через фильтр этих требований. И более того, насколько я понимаю, если он не справляется с обязанностями, то не надо ждать и давать неуды. Ты просто снимаешь. Петросовет снимает этого человека, поскольку Петросовет уже несет ответственность. Не некие размытые горожане, которые прямыми выборами выбирали мэра, а Петросовет несет ответственность. И выбирает тут же нового. Вот я такую схемку нарисовал. Вот развейте ее или наоборот, подпишитесь под ней. Ну да, вы правы. Здесь инициатива есть городского совета. И в законодательное собрание республики Карелия внесен проект закона, по которому предусматривается возможность введения должности сити-менеджера. Но тут скорее больше городской совет вышел с инициативой для обсуждения этой проблемы. Мы вышли с инициативой, чтобы законодательное собрание рассмотрело этот вопрос и приняло решение все-таки, это выборы мэра или это сити-менеджер. В любом случае, слово сити-менеджер иностранное, знаете, мне больше нравится, когда хозяйством занимается завхоз. И четкое понимание сейчас у городского совета, да и у жителей города, я думаю, в большинстве своем, понятно, что сейчас необходимо заниматься непосредственно хозяйством. Непосредственно заниматься хозяйством в городе, не занимаясь ни политикой, не занимаясь ни пиаром всякого рода, а именно вести просто городское хозяйство. И эту форму, если законодательное собрание поддержит нашу инициативу, мы можем применять в городе Петрозаводск. И в частности, мнение горожан также будет учитываться. Мы четко должны смотреть, что в результате этой процедуры будет сформирована комиссия, где любой желающий, любые желающие заявиться на конкурсную комиссию, могут выдвигать свои кандидатуры. Комиссия будет рассматривать эти кандидатуры с учетом опыта работы, с учетом образования, с учетом стремления и с учетом программы. Мы можем также на этой комиссии уже рассматривать определенные программы, которые готов предложить кандидат на хозяйственную должность. Если мы апеллируем постоянно к демократическим ценностям западным, в частности, могу сказать, что для примера в той же Финляндии, которую мы все время приводим в пример, там нет выборности мэров. Там есть институт сети менеджерства, и объявление о приеме на работу на хозяйство в городе печатается в газете. Любой желающий со своим резюме, со своей программой, со своим видением развития города может заявляться на конкурсную комиссию. И в результате конкурсной комиссии уже до сессии городского совета, в частности, у нас, может доходить кандидат, либо несколько кандидатов, за которых и будут голосовать депутаты. — Спасибо за монолог, за такое видение. Позвольте, теперь к вам вопросы есть. Первый вопрос по существу. Недовольство прежней программы и прямыми выборами мэра, оно в той ситуации, которая возникла сейчас, когда технический мэр возглавляет город, когда по скайпу из Финляндии некий господин управляет городом Петрозаводском. Все это цинично, неинтересно, и депутаты на сегодняшний день не находят как-то формулы борьбы с этим. Надо ставить неуд действующему мэру не только за один год, за два года. Какая-то ерунда, вот такая формалистика, которая заводит власть в тупик. Я так понимаю, что вот в подоснове недовольства идет из-за вот этого института власти мэра, который сегодня функционирует. Вот я правильно понимаю? — Я полностью согласен с вами, знаете, и именно на примере Петрозаводска сейчас и можно демонстрировать всей стране, для чего необходимо выбирать разные формы назначения либо выборности мэров. Мы знаем, что сейчас очень широко развито и интернет, и газеты, и пиар-агентства всевозможные. В Петрозаводске на данный момент мы имеем, правильно вы выразились, технического мэра. Это человек совершенно неподготовленный, который пришел в результате того, что кандидата в мэры, у которого была программа, сняли с выборов за нарушение выборного законодательства. И сейчас коллизия, это в чем и заключается, что сейчас вроде бы как и жители и поддержали мэра, но поддержали человека скорее, скорее было протестное голосование, которое поддержало человека, который на данный момент и на этапе вхождения на эту должность, он был совершенно профессионально неподготовлен к хозяйственной работе. Услышали, Геннадий Павлович. То есть вот мы друг друга правильно понимаем. И тогда у меня к вам второй вопрос. А вы уверены, что приведя новую формулу в действие, ну допустим, скажем, с вами горожане согласились, с вами согласилась общественность и депутаты законодательного собрания, и сказали, да, интересно, давайте работать по этой модели, тем более, что как меню все выложено в 131-136 законах. Бери любой и пользуйся. То есть государство эти предлагают нормы. Вот вы, допустим, сейчас хотите выбрать такую. Но мы ведь с вами договорились, что в подоснове это вот недовольство, как все работает сегодня, когда под коверно городом правят другие руки, другие люди. А теперь вот я уже задаю второй вопрос вам. Значит, получается, по новой системе, которую нам уже сказал и депутат законодательного собрания Вадим Владимирович, вот вы говорите, последняя инстанция это будет, вот в вашем случае, Петросовет. Именно он будет утверждать кандидата в комиссии, либо не утверждать. То есть можно, переведу на личности уже, умеющему делать выборы Василию Анатольевичу Попову, правильно избрать опять в большинстве свой Петросовет и положить шпалу на выборах вашего сити-менеджера любого пошиба. И привести опять Галину Игоревну Ширшину. Так правильно, в этом же и есть весь процесс демократии. Вы правильно сказали, Александр, что такое выборы... Так с чем вы боретесь? Что такое выборы депутатов городского совета? Это выборы по округам, где большое количество кандидатов от разных... Где выбирает здесь народ. Правильно, выбирает народ. Первый раз и в последний. Большое количество депутатов от партий, от общественных организаций, самовыдвиженцы и все остальные, они имеют право отстаивать свою позицию в округах. Если жители поддержали этих депутатов, соответственно, правильно вы говорите, вот если настроения таковы и депутатский корпус выбран односторонний какой-то, значит такие настроения в городе у нас. Со стороны одной элиты скажет. Конечно, значит у нас такие настроения в городе, и их все устраивает. И значит город будет дальше жить. Конечно. Но тут основная эта проблема у нас в чем? В дальнейшем. Не в депутатском корпусе, а именно в контакте депутатского корпуса и главы администрации города. Потому что программы-то принимаются совместно. А у них уже не будет проблем. Вы вспомните полугодовой давности Петросовета. Разве в нем были какие-то проблемы у мэра? Всегда были определенные проблемы. И мэр всегда отставил свою точку зрения. И говоря уже и о бюджете, и о социальных программах, которые тогда и принимались, если вы помните. Вот тогда был диалог у мэра, и у нас было принято порядка шести программ социальных, которые были направлены на именно улучшение состояния города, именно на развитие города, которые сейчас закрыты. Фактически, а закрыты почему? Потому что есть мнение одного человека, либо другого человека, которого невозможно не удалить, как я понимаю, по контракту, который получает зарплату, но ведет свою позицию, невзирая на мнение депутатского корпуса. То есть некий частный капитал воздействует над ситуацией. Но вы знаете, а почему тогда не смотреть в корень проблемы? Вот как мне видится, что это все было возможно, проводить так выборы, приводить нужных людей только при одном условии. При низкой явке городского населения на выборы. И тогда действительно путем подкупа, путем других каких-то хитрых вещей, красивой фотографии, изящно представленных, выстроенных каких-то детских площадочек. И покупается избиратель, и он выводит там нужного человека. Но это все возможно только при одном условии, если небольшое количество народа идет на выборы. Только что были до выборы по двум округам, когда пришло большое количество избирателей на один и другой. И там ни один кандидат от умеющего умницы на выборах Василия Анатольевича Попова, ни один кандидат его там близко не стоял к возможности пройти в Петросовет. Вот же корневог, где проблема. Люди, идите на выборы, если вам интересно. А если вам не интересно, тогда вершат все ситуации вот именно представители частного капитала, идущего еще там от одних рук. Не так ли, Геннадий Павлович? Ну, знаете, вот еще дополнительный фильтр сейчас у нас есть в Петрозаводске. Это следующие выборы городского совета, они будут идти все-таки по смешанной системе. А смешанная система – это все-таки и партийное представительство, конечно, и представительство уже самовыдвиженцев. Это первый фильтр, через который мы пойдем. Это именно надо смотреть на мнение жителей города, какой партии, во-первых, они больше доверяют, кого они хотят видеть в городском совете, от какой партии. Во-вторых, если вы помните все манипуляции, это вот, как вы говорите, умница на выборах Попов. Если вы помните уголовное дело, то Попов с чего началось-то? Семь лет условно он получил именно за попытку торговаться, получать деньги, снимать кандидатов. Это те механизмы, которые всегда использовались в городе. Геннадий Павлович, ну я под умницей, ввиду, что он умел проводить нужных людей на выборах. Конечно, вот именно вот в этом он был умницей. И имел в виду. А я не говорю о качестве, о том, что мне это нравится. Он свое получил, и я согласен с силовыми органами, которые дали ему эту меру. Все так и должно быть. Перевожу разговор в другую плоскость. Вместе с тем, я понимаю необходимость, вот если меня лично спросить, если журналист может позволить личное мнение, то я за эту систему, за сити-менеджера. Я объясню, почему. Вы знаете, а ведь спрос в регионе не с Ширшиной, а спрос-то с Худилайнина. Вот бюджет ваш, вашего города, 4,5 миллиарда где-то, да? Приблизительно. А какая там сумма субвенций на содержание школ, на содержание поликлиник, и дальше по списку. Это деньги, которые город не заработал. Это деньги, за которые отвечает Худилайнин. И деньги, переданные администрации Петрозаводска, отвечает Худилайнин. И вот чтобы Худилайнин за это дело реально отвечал, обязательно его представители должны быть в этой комиссии. Вот ведь логика какая. То есть он хочет, раз я отвечаю, то я хочу контролировать эти деньги. А сейчас же он их не контролирует. Просто возьми, автоматом передай, и до свидания. Нужна в любом случае, тем более сейчас, какая-то компромиссная фигура, чтобы и республиканские власти, и городские власти, и избиратели в городе, они четко понимали, что будет работать специалист, который сможет разговаривать, да, сможет разговаривать и с республиканской властью, потому что представители республиканской власти обязательно находятся в комиссии, и они рассматривают всех кандидатов, предлагают своих кандидатов. И также городской совет, который говорит, вот с этим человеком мы можем работать, с этим человеком мы будем обсуждать бюджет, с этим человеком мы будем рассматривать социальные программы, запускать новые программы, и все-таки уже как-то наводить порядок. Вот очень интересно, вы передвинули тему, давайте для телезрителя здесь подчеркнем ее. Вы сейчас говорите о тех условиях, которые выработает Петросовет, некое положение, что сети-менеджером может быть человек, а там он должен... Чему соответствует? Вы можете вот пальцы загнуть и сказать, что там будет положено? Вот тут ряд критериев, которые сейчас у нас активно обсуждаются и в общественном поле как раз вот эта проблематика, и именно по итогам вот этих общественных обсуждений будет дополнен тот перечень требований кандидату. Ну понятно, но все-таки вот не томите. Естественно, это знание 131-го федерального закона. Это, естественно, может быть стаж муниципальной службы, это может быть и специальное образование, это может быть и... Как вот в Финляндии, одним из пунктов, очень хорошим я изучал их опыт, есть психологическая совместимость. Ух ты, коммуникабельность какая-то. Да, они проходят там именно тесты у психологов. Как космонавт. На уравновешенности, на все остальное. Это серьезный отбор, потому что человеку надо будет с 6 утра до 12 ночи постоянно заниматься городским хозяйством. А можно попросить от лица телекомпании один пункт в ваш перечень? Это уже надо смотреть полномочия, насколько возможно. Знаете, дело в том, что если возвращаться к одиозному Василию Анатольевичу Попову, то он уже приводил Демина некоего к власти. Сейчас он привел Ширшину. Так вот, один и другой никогда не управляли бюджетом больше денег собственной семьи. Ну, сколько это по сегодняшним меркам? Ну, 60, 70, 100 тысяч рублей. Вот можно критерием ввести, что там будет обязательно тот человек, который управлял бюджетом и по цифре там, ну, не ниже, ну, скажем, миллиард рублей? Это интересный пункт, почему бы нет? Вот ты оборотом управлял такой вот миллиард рублей, значит, ты имеешь представление о деньгах, значит, тебе можно доверить эти деньги. А если ты не имеешь, то ты их и раскидываешь. Ведь вот от передачи. Я согласен с вами, Александр, если человек, например, ну, к примеру, управлял какой-нибудь очень крупной компанией, и у которой обороты были там миллиарды рублей, и он четко понимает, как вести хозяйственную деятельность, я думаю, почему нет? Это отличный критерий. И, мало того, о сети-менеджерах, если говорить, то лучший мэр за всю историю Петрозаводска, который 14 лет управлял, это был мэр Сепсиков, если мне не изменяет. Это была другая система государства. Это другая система, но демократический централизм у нас никто не отменял. И в любом случае этот человек был назначенец. Его не выбирал народ. Форма выборная была та же самая. У нас сейчас что меняется? У нас бюджет у города есть? При Сепсикове кто был председателем или как там, первым секретарем Карелии? Я, к сожалению, не жил в темноте. Но наверняка вы знаете, что он тоже был назначенец. Все были назначенцы. А у нас сейчас, вот смотрите, в вертикали губернаторов мы будем выбирать. Да. Будем выбирать губернаторов. Будем выбирать депутатов. У нас только хозяйственная деятельность сейчас предлагается вот в проекте закона именно сделать все-таки назначаемой. И именно по контракту. Давайте послушаем, как же в Костомукше по этому поводу собираются распоряжаться. В чем разница? Почему вы видите в этом преимущество? Чтобы видеть преимущество, необходимы аргументы. А чтобы появились аргументы, необходима дискуссия. В Костомукше они склоняются к тому, что вот этот вариант более приемлемый. Какие аргументы были высказаны? Ну, такие, что, например, наличие конкурсной комиссии, конкурса предполагает все-таки профессиональный фильтр такой. То есть, в котором все-таки можно учитывать профессиональные навыки, опыт, то, о чем вы говорили. И, значит, более тщательно, что ли, отбирать кандидатов, которые потом представительный орган будет отбирать. Второй момент. Представители, депутаты местные, они говорят, что если люди избирают, то логично, чтобы ответственность прямыми выборами, то логично, чтобы взаимоотношения вот эти вот ощущались, да, или устанавливались между главой избранным и людьми, избирателями. Ну, это намного сложнее, потому что, ну, понимаем, да, то есть не могут все избиратели начать что-то требовать от главы. Депутаты, в свою очередь, говорят, что им было бы проще выставлять требования главе, а, следовательно, правильнее, если бы они избирали. То есть, если бы избирали они. То есть, Геннадий Павлович, ответственность тогда будете нести уже вы. Не население, оно выбрало вас. И вам делегировало. Выберите сити-менеджера. Вы выберите, и есть с кого спрашивать, с депутатского корпуса. И, например, вы убираете там, если вам не угоден сити-менеджер, он не справился, да, вы убираете, но ведь вы же уже совершили выбор за него. Не получается ли так, что и вы должны уйти? Александр, тут вопрос хороший. Сейчас в данном случае, вот как раз депутаты и несут всю меру ответственности. Потому что депутаты, вот я как депутат по округу, да, я постоянно, находясь в округе, разговаривая с людьми, выслушиваю претензии к нашей работе. И тут, знаете, вот мэр все время говорит, во всем виноваты депутаты. То они бюджет не приняли, то там где-то пытаются сократить, а на расходы там ей не дают. Пятое, десятое. Так и так ответственность в данной форме, она больше жить на депутатах, потому что депутаты, они гораздо ближе к народу сейчас. Они находятся в округах, у них ограничено количество людей, которые знают своего депутата, и которые готовы с него спрашивать уже по форме. И по присутствию именно в депутатской приемной. Слушайте, а смотрите, как хитро получается. А вы знаете, что вот по новой формуле, если откликнуться, вы можете на работу позвать Фина, сити-менеджера? Ну, мы не будем подавляться Украине. Я думаю, что все-таки, если по сусекам скрестили, можно и найти профессионала все-таки и в родном городе, в Петрозаводске. Я уверен, что скорее, что в Петрозаводске, если такую форму депутаты законодательного собрания все-таки примут, и мы внесем изменения в устав, что человек, который будет на хозяйстве города, он должен знать город. Я смотрел практику по другим регионам, там обязательным условием прописывалось нахождение кандидата в городе, проживающего там не менее определенного количества лет. Чтобы он знал, где, какие улицы, как, что, какая проблематика, знал людей, знал характер людей, знал темперамент людей. Чтобы был свой. Спасибо, Геннадий Павлович. У нас в студии сегодня работал председатель Петросовета Боднарчук Геннадий Павлович. А теперь рубрика «Карелия. Лучшее». Когда меня спрашивают о чуде творения карелофинского поэтического эпоса «Калевала», я отвечаю следующим образом. Я предлагаю выйти на наши прибрежные скалы, уходящие, как аппарели, в вонежскую глубь. Вы будете, конечно, очарованы и не сможете оторваться, скажем, от той потрясающей зализанности карельского прибрежного камня. Ведь камень полировался последними ледниками миллионы лет. Глядя на это полотно камня, рука древнего зодчего тянулась к рису и выбивала известные всему миру петроглифы. А дальше все просто. От риса на Донега раздавался мерный стук. Через века уже стучал на Донега топор мастера Нестора, построившего преображенский храм в Кижах. Этот ритм услышали карельские бахари и создали нам чудо, руны, колевалы. Все очень просто. Карелия – лучшее.